Допустить омбудсмена Людмилу Денисову к украинским политзаключенным, незаконно содержащимся в России. Срочную ноту с таким требованием в Москву направило Министерство иностранных дел Украины. Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова не получила ответ от своей российской коллеги Татьяны Москальковой на запрос о посещении украинских политузников. Тем временем сама Москалькова приедет в Киев завтра. Об этом сообщает пресс-служба российского обмудсмена. Она посетит в СИЗО крымского дезертира Одинцова. Вторую неделю в Москве ждет встречи с узниками Кремля Людмила Денисова, уполномоченной Верховной Рады по правам человека. 23 июня в письме к своей российской коллеге Татьяне Москальковой она просила незамедлительно рассмотреть возможность посещения ею украинцев, незаконно осужденных в России. Встретиться с украинским омбудсменом надеются и политзаключенные, говорит правозащитник Марк Фейгин. Он представляет в судах интересы Романа Сущенко, украинского журналиста. Его по сфабрикованному обвинению приговорили к 12 годам колонии. Роман призывает украинского режиссера Олега Сенцова прекратить голодовку, которая длится 43 дня. Он просит все, от кого зависит, есть возможность надавить на Москву, чтобы встретиться ему или каким-то в Москве сидящим украинцам. Все-таки с Денисовой встретиться, потому что это глупо, уже две недели человека не пускает. Она в прошлую среду, то есть позапрошлую среду приехала в Москву, то есть скоро в среду будет две недели. И она не может попасть ни к одному из заключенных. Ну это нонсенс какой-то. С 19 марта в застенках аннексирована Россия и Крыма голодает украинский активист Владимир Балух. Его безосновательно обвинили в хранении боеприпасов и присудили 3,5 года колонии-поселения. Досрочное освобождение незаконно осужденного Владимира Балуха суд Симферополя 25 июня не рассмотрел. Украинца не доставили в суд. Заседание перенесли на 5 июля. А 2 июля будет рассматриваться еще одно дело Балуха. Его пытаются осудить за якобы нападение на начальника следственного изолятора. Нюансом является то обстоятельство, что если будет вынесен приговор, то нам могут отказать в рассмотрении здесь ходатайства об условно-досрочном освобождении в связи с тем, что его могут просто этапировать для отбывания наказания уже в колонии. То, что произошло сегодня, повергает в шок. Это продолжение издевательств над человеком. Дай Бог, чтобы он это пережил. Владимир находится в очень подавленном психологическом состоянии, истощен физически, требует адекватной медицинской помощи и молитвенной поддержки. 28 июня на сессии парламентской ассамблеи Совета Европы планируются дебаты по политзаключенным, осужденным в России и всем заложникам на оккупированных территориях, сообщил председатель постоянной делегации Украины в ПАСЭ Владимир Арьев. Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд пообещал обратиться к Путину с требованием помиловать Олега Сенцова.